которые в марте месяце уже появились в продаже на территорию России. Здесь есть, возможно, партнеры с других стран, Украина, Казахстан, Киргизстан, Европа. То есть в тех странах у вас уже есть эти продукты, и, возможно, кто-то из вас уже успел попробовать этот продукт на себе, протестировать. И уже у вас есть личные результаты. Если не есть, то вы также сможете с нами потом в чате в конце поделиться. Итак, сегодня мы поговорим о трех новых продуктах. Это будут у нас масла. Масла у нас в компании Холодного Аджима. И это масло будет у нас сегодня рыжее, масло расторопшее и лавандовое масло. Масло рыже и масло расторопшее – это БАДы. Их можно принимать как вовнутрь, так и наружно. Мы с вами знаем, что в компании РСАК у нас есть очень много БАДов. Они делятся на масла. Есть БАДы в компании капсулированные, есть БАДы в компании, которые в виде сиропов. И очень большой уклон сейчас компания делает на производство БАДов именно в виде масел. Их также можно принимать как вовнутрь и можно принимать с косметической целью. Итак, новый продукт – это масло рыжика. Этот продукт под кодом 4012. Так, под кодом 4012 вы можете его посмотреть в прайсе и найти в личном кабинете, когда делаете заказ. Что же такое масло рыжика? Рыжиковое масло, оно изготавливается из семян травянистого растения из рода рыжик. Это семейство капустное. Многие партнёры, обращаю ваше немножко внимание, что путают вот данное масло рыжика с маслом льна. Нет, это масло, это рыжиковое масло. То есть не масло льна, то здесь путать не нужно. Теперь давайте поговорим о полезных свойствах этого масла. Вообще, это такой очень уникальный продукт, который, ну, его свойства очень разнообразны, многограничны, и можно принимать его абсолютно при различных проблемах со здоровьем. То есть первое, что стоит обратить внимание, что это масло очень хорошо борется с паразитами. То есть его можно подключать в антипаразитарной программе. То есть мы с вами знаем, что у нас есть алиева, у нас есть прополюс, которые также работают хорошо с паразитами. Но ещё масло рыжика тоже очень хорошо работает с паразитами. Масло хорошо очищает организм, то есть работает ещё как детокс и нормализует работу кишечника. У тех партнёров, у которых есть проблемы, например, с кишечником, да, проблемы там различного рода, то есть масло смело можно применять и решить данную проблему. И также продукт очень хорошо положительно влияет на центральную нервную систему, работу головного мозга, вот, то есть насыщает организм различными, я не буду говорить там в составах, да, те, которые микроэлементы есть, но этот продукт, он очень полезен, потому что в своём составе имеет очень много витаминов, таких как омега-3 и 6, да. И вы знаете, что, например, масло рыжей, оно в два раза полезнее масла оливкового, то есть такое вот у него преимущество. Вот, поэтому данное масло очень хорошо полезно применять при переутомлении, во время сессий, там, школьных экзаменов, просто после болезни с целью укрепления иммунитета и восстановления организма. Вот, также его ещё хорошо принимать для профилактики вообще как вспомогательное средство при заболеваниях сердцев и сосудов, да, поскольку в составе, мы уже говорили, очень много омеги-3 и 6, то есть в два раза больше, чем в оливковом масле. Вот, масло показано при атеросклерозе, ишемической болезни и гипертонии. Вот, значит, очень хорошо масло рыжика, то есть если подвести такой вот резюме этого масла, и чтобы отложилась информация, да, для чего это масло, то вы себе можете пометить, что масло рыже очень хорошо снижает плохой холестерин, вот, то есть мы знаем, что когда повышается холестерин, да, идёт закупорка сосудов, при этом очень хорошая профилактика, вот, при заболеваниях сердечных болезней, да, и также атеросклероз, там, гипертония и другие заболевания. Вот, как же принимать масло рыжика, да, мы обратили внимание, что у нас маленькие баночки, здесь все вот эти масла, они идут в такой маленькой стеклянной баночке, здесь 30 мл, то есть не нужно принимать, оно очень концентрированное, не нужно принимать там столовыми чайными ложками масла, можно пару капель, например, добавлять там в еду, так как салат, там, когда делаете, да, там, различные кашки, ну, если, например, нет возможности там добавить в еду, вы где-то там в дороге, можно добавить там тёплый чай и выпить, то есть пару капель, там, 2-3 капли. Вот, так, также очень хорошо масло рыже еще обновляет клетки, вот, вообще во всем организме, да, омолаживает организм за счет того, что в составе очень много витамина Е, поэтому обновляются клетки у нас, ну, можно обновлять не только внутри, да, но еще и очень хорошо применять женщинам, ну, и мужчинам с косметической целью, вот, добавляя данное масло, данный продукт в косметический наш крем, то есть любой берете крем, добавляете пару капель, тоже там 2-3, 2-3 капельки масла и наносите на лицо, и таким образом очень хорошо идет обновление тоже еще клеточек, вот, у этого масла очень такой приятный аромат, я его уже протестировала, вот, но отличие там от других масел, ну, можно сказать, такой вот приятненький, поэтому его не противно даже вот добавлять совершенно спокойно, можно добавлять тепленький чай и пить, вот, что касается еще косметологических, да, проблем, которые можно решить с помощью данного масла, это то, что масло за счет вот своего состава очень хорошо увлажняет, то есть имеет увлажняющее действие, поэтому мы, когда применяем его в косметологии, мы можем наносить не только вот на лицо, да, с целью обновления клеток, но еще и с целью того, чтобы хорошо увлажнить кожу и тем самым разгладить мелкие и глубокие морщинки, вот, для тех, у кого сухие волосы, то есть тоже можно добавлять и нужно в маску, например, наша маска, наша маска, бальзам, который у нас есть, добавить туда тоже 2-3 капельки масла рыжей и наносим на волосы, через там 3-4 минутки смываем и очень хорошо идет увлажнение, я вам это себе тоже протестировала, только мы наносим маску, да, мы помним, что не на корни, а наносим на кончики, вот, то есть очень хорошо, если это у вас сухие волосы, сухие кончики, можно увлажнить именно с помощью вот масла рыже, вот, масло рыже, оно еще очень хорошо снижает не только холестерин, да, но и понижает триглицериды, поэтому очень полезно для сердца, то есть вы себе можете запомнить, что масло рыже, это профилак снижения холестерина и очень снижает триглицериды, полезное сердце, сосуды, то есть такое вот лечебное масло, да, вот, и за счет того, что еще идет снижение холестерина, также масло рыже очень хорошо использовать при похудении, да, опять же мы добавляем его масло пару капель, две-три капельки добавляем в салат или там в кашку, которую мы кушаем, вот, не нужно сколько принимать, не нужно принимать больше, там, один раз в день, чем две-три капли, то есть 6, там, пять, это уже будет много, вот, если противопоказания, особых противопоказаний нет, главное не превышать дозу, много не принимать, и если, конечно же, нет аллергии на данный компонент, да, на данный, вот, на сам, на сам, на сам вот растение рыжика, тогда можно принимать, и беременным, вот, кстати, беременным, беременным все наши масла, те, которые есть, вообще не только наши, да, то есть гинекологи, врачи не рекомендуют, то есть беременные – это отдельная такая категория людей, которым не стоит принимать какие-то дополнительно самостоятельные, там, масла и так далее, то есть лучше это витамины, которые предназначены именно для беременных, потому что очень много вопросов задается в чатах, можно ли беременным, так вот беременным масло рыжика нельзя. Так.